В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном. Глава города Евгений Жирков продолжает встречи с учащимися, преподавателями и родителями. На уходящей неделе градоначальник побывал в школе номер 7 и в первой гимназии. На минувшей неделе молодые парламентарии получили свои мандаты. Гимназия номер 2 принимала молодежный парламент Железнодорожного. Русавкино-Романово – дивный подмосковный уголок. Или где теперь прячутся мешки-призраки? Прямое включение из нашей радиостудии традиционно для вас уже подготовила наш выпускающий редактор Вера Безгина. А также предлагаем вашему вниманию несколько эпизодов из прямого радиоэфира. Традиционным гостем программы «Трибуна депутата» стал председатель Совета Тарас Ефимов. Он рассказал нашим слушателям и ведущему программу Владимиру Платицыну о 20-м заседании Совета, на котором основным вопросом среди 25 рассмотренных стал бюджет городского округа. Встречи главы в общевразовательных учреждениях города, как правило, проходят с учащимися, преподавателями и их родителями в 11 утра и в 6 часов вечера. Именно на вечерний сеанс поспешила наш корреспондент Анна Ермакова. Ей слово. Говорят, что власть неохотно идет на общение с народом. Однако глава нашего города благополучно опровергает сей мутный факт. Сегодня опять состоится встреча главы города железнодорожного Евгения Ивановича Жиркова с родительским комитетом. Теперь уже в рамках первой гимназии. Пойдемте посмотрим, как все пройдет. Итак, встречи главы железнодорожного действительно стали традиционными. Он побывал уже и во второй, и в девятой гимназии микрорайоне Купавна. Впрочем, об этом мы вам уже рассказывали. В связи с тем, что большинство взрослого населения нашего, да и не только нашего города, все же работают, встреча родительского комитета за главой была назначена на 6 часов вечера в первой гимназии. Открыл ее директор школы Ольга Петровна Дроздова. Мы нескончаемо рады, что сегодня у нас присутствует глава города, заместитель главы города. Затем слово «естественно» взял Евгений Иванович, опять-таки предусмотрительно рассказав, предполагая вопрос родителей про все сферы жизни и функционирования города. Уважаемая общественность, учителя, я хотел бы поблагодарить вас за то, что сегодня собрались. Моя встреча, встреча администрации с общественностью, в общем-то, это продолжение тех встреч, которые я проводил и ранее с нашими жителями в разных микрорайонах нашего города. Но же вытрепещущие вопросы о гипермаркетах, строительных магазинах, кинотеатре и бесплатном питании детей в образовательных учреждениях, все же у инициативной группы родителей остались. В Кучино, там планируют такие расширения? Если вы идете до Носовикинской шоссе, то буквально понедельник я вам подготовил ряд миссий и предложений. На следующий год заработает дорожный фонд. Надеюсь, что мы попадем в эту программу. Это не наша дорога, это дорога в ветеральном возрасте. Что ж, на этот раз встреча прошла более эмоционально и резонансно. Некоторые показательно покидали зал. Некоторые, наоборот, задавали по несколько вопросов подряд. И что приятно удивило, мужчины на этот раз тоже были активны. Отличный показатель. Анна Ермакова, Виктор Демин, РТВ Подмосковья. Городской репортаж. Спасибо, Аня. Заметь, Юля, если в первой половине дня в основном зал наполнен учащимися, то в вечернее время приходит полный зал родителей. Да, очень хорошая возможность сказать главе города о беспокоящих проблемах. Да и мэру узнать проблемы, беспокоящие горожан из первых уст. Мы продолжаем выпуск новостей. В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном. На минувшей неделе молодые парламентарии получили свои мандаты. Гимназия номер два принимала молодежный парламент Железнодорожного. Первые политические и общественные шаги, хоть и проходят под пристальным вниманием старших товарищей и депутатов городского представительного органа, однако молодые законотворцы вот уже несколько лет не только принимают активное участие в жизни города, но и инициируют важные городские мероприятия. На их счету немало полезных и нужных дел, о которых мы рассказывали в одном из предыдущих наших выпусков. Традиционно юноши и девушки не просто учатся парламентаризму, но и участвуют в заседаниях Совета депутатов, высказывают свои мнения и предложения. Молодежный городской парламентский список обновляется вот уже четвертый созыв. Желаем плодотворной работы и тесного взаимодействия со средствами массовой информации. Не менее активной и интересной представлена работа юных инспекторов дорожного движения нашего города. Традиционно весной и осенью выходят на улицы железнодорожного те, кто понимает, что соблюдение правил является залогом безопасности дорожного движения. Городской отряд юных инспекторов дорожного движения выходит для патрулирования улиц в составе наряда дорожно-патрульной службы. Причем инспекторы штатные за незначительные нарушения не штрафуют, а только останавливают. А вот уже листовки и рисунки вместо квитанции о штрафе со словами «Не нарушайте правила, берегите наши жизни» вручают юидовцы. Воспитательные процессы и хорошее настроение налицо. Очень интересная форма работы с нарушителями. И, на мой взгляд, более эффективная, чем штраф. В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном. Все вопросы в Балашиху. Почему военкомат жителям Железнодорожного надо ездить в Балашиху, имея в городе здание областного сборного пункта, пытался выяснить Илья Леонов. Городской репортаж. Поводом для нашего репортажа послужили ваши многочисленные звонки в нашу редакцию. Большинство мужского населения Московской области хорошо знает вот это здание. Вот уже несколько десятилетий в Железнодорожном существует областной сборный пункт. Однако не так давно военный комиссариат Железнодорожного был упразднен и перенесен в соседнюю Балашиху, что вызвало неудобства среди военных пенсионеров и ветеранов. Давайте попытаемся разобраться, чем обусловлен сей переезд. Здрасте. Как бы нам пообщаться с кем-то из офицеров? Это вам надо сигналовывать. То есть мы вот так просто не можем? Нет, нет. Что ж, попасть на областной сборный пункт без предварительного согласия оказалось невозможным. Однако нам хочется надеяться, что в Балашихинском военкомате на наши вопросы все-таки ответят. Вот это последний пункт, где автобус и маршрутное такси совершают остановку. Остальное расстояние до военкомата придется пройти пешком. Всего-то чуть меньше километра. Расстояние уж не такое большое, особенно когда на улице солнечная и приятная погода. Но когда на улице холод, мороз или дождь, а ты не так молод, каждые 100 метров даются с трудом. Думеститель занят, а начальник ППК. А других нет никаких лиц официальных, кто мог бы просто ответить? Я думаю, ничего содержательного они вам не расскажут. Может быть, когда другие дни, приемные... Вы оставьте, я Гончарова передам. Факт остается фактом. Военный комиссариат железнодорожного переехал в Балашиху. Чем вызван этот переезд и почему никто не замечает очевидных неудобств среди защитников отечества целого города? Этого нам выяснить так и не удалось. Илья Леонов, Виктор Дюмин, РТВ Подмосковья, город Балашиха. Городской репортаж. Ясности после этого репортажа не прибавилось. Однако сейчас Илья занят тем, что пытается пообщаться с представителями областного военкомата и выяснить, можно ли возобновить прием граждан в нашем городе и избавить жителей от поездки в военкомат железнодорожного в Балашиху. Мы будем следить за развитием событий и продолжим эту тему в одном из наших следующих выпусков. В эфире новости РТВ Подмосковье в железнодорожном. Торгово-развлекательный комплекс «Идельвейс» в последнее время занял в городе передовые позиции по проведению концертов и досуговых мероприятий. Еще ТРК на Советской всерьез стремится привлекать к мероприятиям граждан на некоммерческой основе, абсолютно бесплатно, вручая свои подарки и призы. На игру «Что, где, когда» устроители пригласили не только молодых людей с ограниченными возможностями из нашего города, но и представителей других подмосковных организаций. В нашем городе дан старт конкурсу «Молодежная интеллектуальная игра «Что, где, когда» в Московской области, которая проводится по линии Московской областной организации Всероссийское общество инвалидов. Подобные игры также пройдут в городе Дмитрове и Подольском районе, а заключительная игра состоится в Коломне. В конкурсе для молодых людей с ограниченными возможностями восточной зоны Подмосковья, в которую входит 15 городов, приняли участие 7 команд. По одной из городов Балашиха, Ногинск, Павловский посад, Раменская электросталь и две команды из железнодорожного. Игра состояла из двух блоков – «Эрудит лото» и «Интеллектуальная дуэль». По итогам зонального этапа конкурса для молодых инвалидов Подмосковья «Молодежная интеллектуальная игра «Что, где, когда» в восточной зоне третье место заняла команда Павловского посада «Вместе мы сможем больше». Второе место у команды из Раменского «Прорыв». А победителем стала команда Хупина, городской округ, железнодорожный. Вера Безгина, РТВ Подмосковье, город железнодорожный. Наш корреспондент Илья Леонов в следующем материале решил вернуться к теме, о которой мы уже один страшный сюжет посмотрели. Городской репортаж В одном из недавних выпусков мы очень напугали нашу информационную ведущую Юлию Широкову. Напомним, речь тогда шла о мешках-призраках, которые, сгруппировавшись в кучи, категорически отказывались отправляться на свалку. Мы бы уже собрались посетить жилищно-коммунальные организации, чтобы выяснить дальнейшую судьбу этих несчастных мешков. Однако, как видите, не здесь, не здесь, не даже здесь их не оказалось. Хорошо, что есть вопросы, которые в нашем городе решаются быстро и оперативно. Однако есть и те, что беспокоят жителей десятилетиями. Речь идет о городских свалках. Эти захоронения всякого рода отходов находятся в непосредственной близости от города. Кучи бытового и строительного мусора с каждым годом растут и с завидной периодичностью воспламеняются, доставляя жителям не только массу неудобств, но и вполне возможно вызывая различного рода заболевания. Совсем близко располагается мусорная свалка. Жалобы жителей, неоднократное обращение администрации в соответствующие инстанции пока никаких результатов так и не дали. И остается только надеяться, что эта огромная гора мусора когда-нибудь растворится точно так же, как растворились мусорные мешки с опавшей листвой. Илья Леонов, Виктор Демин, РТВ Подмосковье, город Железнодорожный. Городской репортаж Несмотря на морозную погоду, творческие люди Железнодорожного продолжают представлять свои работы на площади перед зданием администрации. Внимательно рассматривала оригинальные изделия выставки станции юных техников Анна Ермакова. В замечательный осенний день на ум приходит знаменитое народное высказывание «Дело мастера боится». Насколько это соответствует действительности, мы узнаем прямо сейчас на выставке «Город мастеров». Станцию юных техников в следующем году исполняется 40 лет. И все 40 лет каждый год станция юных техников открывает радушные двери для учащихся. Бесплатно. У нас два направления – техническое и декоративно-прикладное творчество. К техническому направлению относятся ракетное моделирование, авиамоделирование, начальное моделирование, макетирование и бумагопластика. А к декоративно-прикладному творчеству относятся лоскутная техника, мягкая игрушка, бисероплетение. В данном случае мы представляем декоративно-прикладное творчество. В этом году мы набираем обучение взрослых на платной основе. В данном случае у нас такая небольшая рекламная кампания для привлечения не только детей, но еще и взрослых. Я могу вам показать образцы по валянию из цветной шерсти. Вышивка лентой. Изготовление цветов из ткани у нас ведет Грызунова Татьяна Александровна, как я говорила. И вот здесь представлены ее цветы. Они могут быть разнообразные и служить не только как самостоятельной композицией, но и декором в костюме, в аксессуарах. У нас есть вышивка бисером, вышивка крестиком, гладью, а в данном случае это новое направление – вышивка лентой. Ждем всех, будем рады видеть вас и желаем всем здоровья и творческих успехов. С уважением в станции юных техников. Да уж, никакой Данила Мастер не сравнится с рукодельницами и рукодельниками станции юных техников. Пожелаем удачи и мы. Анна Ермакова, Виктор Демин, РТВ Подмосковья. Даешь визуальный контакт. Коллеги. Более 25 детских игровых и спортивных площадок установлено в нашем городе. На улице Центральной, около дома номер 35, состоялось торжественное открытие детской игровой площадки. В нашем городе установлено уже более 25 детских игровых и спортивных площадок в рамках реализации программы, принятой правительством Московской области, по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» в Мособлдуме. Перерезал ленточку председатель Совета депутатов городского округа железнодорожной Тарас Ефимов. Это не последняя, ни в коем случае. Это вторая, которая торжественно открывается. Конечно, мы не успеем 25 площадок, все 25 детских и 3 спортивных открыть. Но по одной такой центральной в микрорайоне, вот мы в ту субботу открывали в микрорайоне Ольгина, в эту субботу микрорайон Кучино, и у нас еще будет в воскресенье открытие детской площадки на улице Юбилейной, то есть это микрорайон центральный. То есть, в принципе, это вот так и работа идет. Прямое включение из нашей радиостудии традиционно для вас уже подготовила наш выпускающий редактор Вера Безгина. Здравствуйте, в студии Веры Безгина. В Краеведческом музее нашего города открыта персональная выставка члена Союза художников России Лидии Семеновой. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Лидия Николаевна родилась в Ульяновске, рисовать любила с детства. Будучи в школьном возрасте, постоянно принимала участие в городских выставках и конкурсах. Многие ее работы были отмечены наградами и призами. В середине 80-х годов Лидия Николаевна переехала в железнодорожный, где работала художником-оформителем, занималась педагогической деятельностью, в том числе в художественной школе нашего города. Сотрудничала с Павлопосадской платочной мануфактурой, где выполняла эскизы платков в натуральную величину. Лидия Семенова с отличием окончила Московский областной государственный университет, факультет изобразительное декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Учась в университете наряду с основными предметами, Лидия Николаевна освоила технику росписи жестовского подноса. В Краеведческом музее нашего города выставки Лидии Семеновой проходят с 1996 года. На выставке, которая открыта в эти дни, вы можете познакомиться с различными работами автора, пейзажи, натюрморты, ну и, конечно, жестовские подносы. Посетить персональную выставку члена Союза художников России Лидии Семеновой, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство вы можете в ноябре, в дни работы музея. В нашем городе состоялось очередное заседание Совета депутатов, и поделиться его итогами к нам в студию традиционно пришел председатель Совета Тарас Ефимов. Он ответил на вопросы ведущего программы «Трибуна депутата» Владимира Платицына. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Трибуна депутата» у микрофона Владимир Платицын. Сегодня в гостях в нашей студии председатель Совета депутатов нашего города Тарас Васильевич Ефимов. Здравствуйте, уважаемый Тарас Васильевич. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Ну и сегодня не только радиослушатели, но и наши зрители, которые смотрят наши прямые включения на интернет-портале, который называется желдор-ртвп.ком. Знаете, Владимир, никак не могу привыкнуть, что радио еще и с изображением. По жизни считал, что это телевидение. Нет, Тарас Васильевич, ни в коем случае. Это радио просто с изображением. Вот новации, что ж поделаешь. Прогресс идет вперед. Уважаемые слушатели, я напомню, что сегодня традиционно мы с Тарасом Васильевичем встречаемся для того, чтобы обсудить итоги очередного заседания Совета депутатов. Тарас Васильевич, расскажите, пожалуйста, о повестке дня, потому что я вот только вы практически из зала заседания, а я поэтому еще не знаю материалов, не могу вам задавать какие-то предметные вопросы. Вы знаете, Владимир, повестка дня была очень большая, очень большая. Я вот редко тоже считаю вопросы. Значит, 22 основных плюс 3 вопроса были внесены дополнительно. Итого 25 вопросов. Как откликнулись горожане на проведение публичных слушаний? Слушаю. Да, они же становятся прямыми получателями бюджетных средств. Да, вот мы тоже становимся автономным предприятием РТВ Подмосковья. Ну, вот видите, это тоже было вам интересно. И, конечно, были горожане, хотя, может быть, не в том количестве, не столько, сколько хотелось бы. Но я думаю, все остальные смотрели те передачи, которые готовили вы, ваши коллеги, и получили, да, и получили. Ну, вас слушают и смотрят, да, теперь вы же договорились. Вы слушаете программы филиала государственной телерадиовещательной компании РТВ Подмосковье в городе Железнодорожном. Железнодорожном. Председатель Совета депутатов Тарас Васильевич Ефимов в нашей эфирной студии. Тарас Васильевич, и все-таки к бюджету, основному вопросу повестки дня. Поделитесь, что город ждет в ближайшее время, что там было интересного и важного. Ну, вы знаете, бюджет достаточно стабилен наш, хотя в следующем году в силу изменений определенных статей нашего законодательства, можно сказать, наш консолидированный бюджет потерял что-то примерно так, ну, до 300-500 миллионов. Но он их не потерял. То есть, как раз мы вот с вами не случайно говорим о изменении правил игры, в том числе с бюджетными учреждениями, автономными учреждениями. То есть, если раньше, например, доходы от предпринимательской деятельности, ну, не знаю, стоматологической поликлиники, да, были доходами бюджета города, да, а потом уже направлялись, ей же и направлялись, но через бюджет города. Сейчас это будет практически самостоятельно. Но в любом случае, в любом случае, наш бюджет по доходам остался все равно в размере 2 миллиарда 400 миллионов. То есть, это первоначальные цифры, это цифры, с которыми мы входим в год. Очень надеюсь, да, что как было не один год, эта цифра будет меняться, меняться в сторону увеличения. Напомню, что сегодня мы заканчиваем, да, 11-й год практически с такой же цифрой. Чуть больше 2,5 миллиардов рублей. Так что, ну, а не могу не сказать, да, если бы вот старые правила формирования бюджета сохранились бы, то, конечно, видите, мы бы могли перешагнуть 3-х миллиарда. 3-х миллиарда, да. Ну, еще раз подчеркиваю, понимаете, важна не столь вот такая красивая цифра, да. Эти деньги остались, они остались в наших учреждениях, просто в учетах стало по-другому. Ну, что ж, это переживем. Ну, главное, я считаю, что в любой цифре, особенно бюджетной, главное то, как она распределяется потом, эта цифра. А в том-то как раз, извините меня, вот на примере тех же автономных учреждений, да, то, что первое, для чего это нужно, увеличение самостоятельности предприятия, увеличение ответственности руководителя и за поставленную задачу, и за выделенные денежные средства. В эфире РТВ Подмосковье, город Железнодорожный. Председатель Совета Депутатов Тарас Васильевич Ефимов, уважаемые слушатели, в нашем эфире сегодня, и мы с ним рассматриваем очередные вопросы заседания Совета Депутатов, которые состоялась вот только что. Вы знаете, продолжая тему как раз такого единства, да, года текущего, да, и последующего, наступающего, также хочу сказать, что у нас не один год успешно реализовывалась программа по проведению капитального ремонта, да, многоквартирных жилых домов. Конечно же, это проводилось даже не в первую очередь, а в единственную практически очередь за счет денежных средств Федерального фонда реформирования ЖКХ. И вот очень много и часто спрашивали жители, будет ли она продолжена, потому что практически не все дома, не все дома, да, не все дома, они смогли вот войти в эту программу, а не все, которые вошли, были исполнены. И вот что могу сказать, сегодня мы все-таки ожидаем, что в 2012 году, да, сразу могу сказать, до этого период заканчивался 2011 годом, и программного продукта, и действия фонда реформирования ЖКХ, да. Вот мы в расчете на то, что действие этих программ будет еще на год продолжено, внесли необходимые изменения, и те дома, которые входили в программу, но не были выполнены вот по состоянию на конец 2011 года, мы продлили срок действия этой программы на 2012 год. С огромной надеждой, что нам удастся получить недостающие денежные средства. А много там до Росососов? Домов достаточно, достаточно, конечно. Что хотелось бы сказать, да, по детским садам. Мы в следующем году будем продолжать эту работу. Сегодня та программа, которая реализуется главой города Евгения Ивановна Жиркова, предполагает строительство, да, уже заложенного садика на территории Центр-2, в районе ДОК-6, да, это кроме двух школ еще, да. И, конечно же, еще сегодня подписаны документы, ну, не сегодня, но практически, да, есть соглашение с правительством Московской области, губернатором Московской области Борисом Силовичем Громовым, да, о долевом участии, причем там, ну, знаете, могу чуть-чуть-чуть-чуть вот ошибиться, по-моему, 170 с чем-то миллионов это участие области, 30 с чем-то города, устроиться еще двух детских садов в 2012 году. Конечно, вот три сада в один год, это будет весомо. Тарас Васильевич Ефимов, председатель Совета Депутатов, был сегодня в нашей эфирной студии. Спасибо большое, Тарас Васильевич, что пришли, познакомили нас с материалами 20-го заседания Совета Депутатов. К сожалению, конечно, все 20 вопросов мы не рассмотрим. 25. Но, тем не менее, спасибо большое, что пришли. Напомню, уважаемые слушатели, это была программа, которая называется «Трибуна депутатов», и у нас гость в студии был председатель Совета Депутатов Тарас Васильевич Ефимов. На программу работали за режиссером Артем Десетун и я ведущий передачу Владимир Платисов. Тарас Васильевич, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. А в телевизионной студии редакции радиовещания РТВ Подмосковье в городе Железнодорожном Для вас сегодня с удовольствием работали Юлия Широкова и Евгений Шахматов. Спасибо за внимание, уважаемые земляки. Хороших вам выходных и всего самого доброго. В эфире РТВ Подмосковье. Город железнодорожный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова